Художник пишет не то, что он видит сам, а то, что в результате будут видеть другие. Но, судя по моему рисунку, лучше поздно, чем не научиться. Ну, что у нас здесь получилось? Ну, вот как-то так ты взял. Ну, ничего. Что скажете? Рисунок пятилетнего ребенка. Ну, видно, что кувшин, паломник, кружка. Единственное, я тебя учту. У тебя тарелочка в это блюдце, которая большая у нас тебя стоит, а у нас она лежит. Лежит, понятно. Это учитывать тоже надо, там драпировка, это ткань у нас называемая ее. Учите меня, Таня. Профессиональный драпировок. Давайте я покажу, как начать. Ну, например, с кулем. Сделаем овал, смотри. Видно, что блюдце лежит? Видно. А вот ты сделала кругло, так? Да. Потом сделаешь кулем. Ага, кантом. Да. Ну, показываем блюдце. Видишь, она с высотой? Ой, у вас уже так хорошо получается. С высотой. У нас в данный момент самый высокий кувшинчик, да? Да. Можно, как я показываю, можно, мы обычно показываю, делим. Вот я хотела сказать про линии. Смотри, это осевая линия, то, что делит, да, предмет пополам. Да. Смотри, вот на кувшинчик, как будто он проглотил шар, вот, как я объясняю, чтобы быстро поняли. Сделаешь, ты можешь сделать круг. Да. Как быстро. Сделать тонкие такие две линии. Ножка похожа? Похожа. Можешь использовать. Трапецию. Потом шапочку одела и, конечно, кувшинчик. И ручка. Ручка. И носик наш, да? Вот. В принципе, готово, просто уже подводишь. Ну, вот вы рисуете, кажется, очень просто. Ну, подводишь. Ну, сделаешь овал, потому что он тоже круглый внизу. Да. Все это выравниваешь. В принципе, это уголь, с ним нужна вещь капризная. Вот. Детали подправляешь. А я вот вижу, вы рисуете ту же самую композицию, но маслом. Да, вот она у меня написана. Вот единственное, смотри, еще вот для чего. Вот есть драпировка. Она, кстати, очень красиво смотрится. Здесь показывает свет, тень. Видите, такие темные, коричневые, да? Да. Светло. Если вы это учитываете, например, вот я утемнила, да, что свет тени. Ага, тени. Все поняла. Вот здесь темнее, а здесь слегка. Это просто набросок. Потом, конечно, идут плотные зарисовки. А вот именно на такие наброски уже накладываются краски непосредственно, правильно? Нет, на нее не накладываются. Это уголь. Хорошо. А вы когда пишете саму картину на холсте? Когда я пишу картину вот на холсте, давайте ее переставим. Давайте. Я немножко покажу, но все завершать не буду. Хорошо. А я параллельно с вами буду пытаться нарисовать кувшин. Так. В общем, вот как-то так, пока мы разговаривали. Похоже? Похоже. И смотрю, уже лучше, да? Соответственно. Вот здесь немножко тень, видишь? Да. Вот здесь особенно. Если один глаз закрыть, пришурить другой, ты четче видишь, да, уже тени. Иногда мы не видим. Вот смотрим, вроде есть, а непонятно. Когда вам непонятно, закройте один глаз, другой пришурить, вы четче увидите. А я вот вижу здесь тень уже. Здесь. А тень, это в чем? Вот освещенно, это где свет смотрит, да? А потом идет светотень называется освещенно, потом полутень, когда между светом и тенью. И тень, это самая темная часть, да, кувшинная, где свет не проходит в данный момент, особо так сильно. А есть еще блики, видишь отражение вот? Вижу вот это. Белое, белое, да? Вот это называется блик, самая освещенная часть света. В общем-то, тени, они дают реалистичность нашему решению. Да, 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 да. Свет, тень, лист, учитываешь, свет, тень. И полутень у тебя картина заиграет. Ну, ваш вердикт. Ну, молодец для начала. В общем, талант, как говорится, не пропьешь, поэтому лучше поздно, чем не научиться.